приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео продолжаем с вами знакомиться с новыми итальянскими пт с новой веткой как обычно вначале смотрим на броню здесь есть некие ухудшения на фоне даже 8 левела поскольку 200 миллиметров нлд без каких-либо намеков на закругление улучшение брони краям нлд она просто ровно и сплошное из-за чего пробивается супер легко многими неважно вы играете внизу списка или вверху у любого вашего соперника найдется 200 миллиметров пробития и танковать без укрытия супер тяжело вот на восьмом левеле было 200 миллиметров но она была закругленная и если раскачивать танк или двигаться или у врага полетит снаряд не в середину прицела то скорее всего пробития не будет но здесь куда попало в нлд попадаешь и все пробиваешь получается танк очень сильно привязан к рельефам и необходимость прятать нлд возрастает а скорость у нас по-прежнему отвратительная как и было удельная мощность почти 13 максималка вперед 30 назад 10 и такая же отвратительная маневренность корпуса и башни единственно что пушка хорошо опускается и поднимается минус 10 плюс 20 принципе как и у всей ветки но вот броня в нлд стала похуже чем у восьмерки в лд у нас толстая там дальше уже в башне броня идет хорошая 300 плюс конечно если десятки будут стрелять голдой то в лоб под маску там или в прямые такие без наклона поверхности пробивать будут но если играть через рельеф или враги будут стрелять не голдой то скорее всего пробить у них не получится но также в башне у нас имеются ухудшения которых раньше не было добавились такие две трубки их называю рожки слева и справа вверху ниже лючков на башне такие две трубки и основание этой трубки делает в башне выемку и вдоль этой трубки вся эта выемка в башне находится то есть если стрелять в нижнюю часть трубки то там 100 с хвостиком миллиметров брони что пробьется любым кого вы встретите в бою играя на девятки я в рандоме часто получал по башке именно в эти рожки тупые это очень неприятно по броне танк ощущается намного хуже даже чем восьмерка имейте это в виду если вы стоите без каких-либо рельефов или укрытия нлд пробивается супер легко если вы стоите на одном месте за кучками там за рельефами но стоите на месте скорее всего вам выцелят эти рожки и хоть они кажутся небольшими но залетают туда частенько поскольку это такая вот продолговато его зима зона да она не широкая но длинная в любом случае площадь куда проходит урон поскольку там нет брони она большая плюс еще лючки есть да они малюсенькие но туда тоже надо может залететь но в них честно говоря тяжело попасть и там еще триплексы мешают часто так или иначе по ощущениям броня как будто бы стала хуже танк очень сильно стал привязан к позициям хорошим но при этом он как не ездил так и не ездит поэтому оборудование конечно же вентиль прицел и турбина поскольку пушка супер кривая 0.42 точность 2.7 сведения отвратительная стабилизация 8 секунд перезарядка между выстрелами всего в барабане четыре снаряда пробитие бэбэшкой 250 пробитие кумулятивом 325 альфа 490 также не забываем что фугасом пробитие 127 и альфа 640 фугасом снарядов не слишком-то и много но максимум один барабан фугаса можно с собой взять орудие отвратительное такое же как и у всей ветки до дпм какой-то имеется вроде как 2450 но досылатель сюда никакой не поставишь скорости особой стабилизации точности и сведения вообще комфорта никакого нет единственно что пушка хорошо опускается минус 10 но углы горизонтальной наводки такие же отвратительные и в принципе все ветки не такие поэтому казалось бы 8 секунд в барабане перезарядка между снарядами их 4 с альфой 490 типа мы можем почти 2000 урона нанести со всего барабана и один на один разобрать какой-нибудь тяж своего уровня поскольку мы будем стрелять быстрее чем тяжи на своем уровне даже если они будут скорострельные максимум что они будут стрелять это наравне с нами но альфа у нас 490 тяжелые танки у которых альфа 490 и стреляют они с перезарядкой 8 секунд таких тяжей нет даже если какой-нибудь м103 собрать то все равно там получается перезарядка 8 и 2 даже если он поставит фиолетовое оборудование будет 7 и 8 и если еще поставить доп паек то перезарядка м103 будет 7 с половиной секунд и дпм будет 3200 это конечно круто и обалденно но у нас перезарядка 8 секунд с альфой 490 и броня явно во лбу лучше чем того же м103 и как раз у м103 хп получается 1950 практически как у нас в барабане по ощущениям задача этих пт один на один вырубать тяжелый танк поскольку во-первых мало у какого тяжа будет перезарядка быстрее чем у нас в барабане а если будет быстрее то скорее всего у него будет альфа меньше но что не отнять так это кривизну орудия если мы хотя бы один снаряд в барабане не пробьем то уже никакое вырубание тяжа один на один не получится и на мой взгляд универсальность тяжелых танков она более эффективна чем наш вот этот вот контр кара со своим антитяжелым барабаном который по сути не универсальный с такой отвратительной точностью стабилизации сведением вдаль стрелять вообще невозможно также если вражеский тяжелый танк находится в каких-то там рельефах за укрытием то ему нужно выцелить у зимы зоны как с этого орудия выцеливать у зимы зоны бог с ним с тем что тут броня типа вроде как есть у этой ветки но ей на самом деле тяжело с такой скоростью пользоваться но самые большие у меня претензии к этой ветке почему такие кривые пушки на мой взгляд это бред этот перебор ладно медленно едет но есть броня ладно там в барабане перезарядка между снарядами долгое что плюсом точно не назовешь но вроде как у нас конкуренция с тяжелыми танками и геймплей у нас тоже про это но почему оно такое кривое в честь чего как конкурировать с тяжами если ни у одного тяжа такой кривизны нет в орудии плюс еще у нас хп 1900 неужели мы будем расстреливать вражеских тяжей они такие типа ок нас расстреливают сидим ждем плюс еще если тяжи поставят закалку какой-нибудь то все у нас барабана не хватает даже если у нас альфа один раз не пройдет уже барабана не хватит чтобы вы чтобы вырубить тяжа до перезарядка у этого девятого уровня очень быстро и перезарядка всего барабана 24 секунды что можно разогнать и там с легкостью будет 20 секунд перезарядка это вообще очень быстро но все равно это 20 секунд даже обзор какой-то появился 380 но претензии все те же почему такая кривая пушка почему так сильно ухудшилась нлд на фоне восьмого уровня какой-то непонятный переход у семерки 1200 у восьмерки 1300 у девятки 1900 потом у десятки снова хп мало такое ощущение что много хп можно давать только через уровень на мой взгляд эта ветка сбалансирована так себе во первых я не понимаю вообще в честь чего такая кривизна орудий бог с ней с этой броней которая сбалансирована тоже на мой взгляд средненько нот хп вообще не пойму просто от балды к бдв цифры рисовали в каких-то вакуумных историях где все придумано и вы в чистом поле расстреливаете афк-шников на этом можно поиграть но в настоящих нормальных ну как нормальных в обычных боях которые происходят в игре world of tanks эти танки очень противные сложные неприятные и реализовать их тяжело эти пушки можно назвать просто землекопами какими-то они супер кривые мне эта ветка не понравилась вообще я честно скажу ее прокачал только чтобы вам показать зрителям я лично вот для себя жалею что я вообще тратил ресурсы на прокачку этой ветки мне она не понравилась совсем если бы пушки не были такими кривыми я бы еще понял но не понял дальше хочется еще посмотреть на шестерку за десятку я в принципе даже честно говоря не хочется за нее ничего говорить я на ней чуть-чуть поиграл она мне разочаровала также как и вся ветка мне не понравилось вот в принципе весь вывод по ветке с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки обязательно пишите свое мнение в комментариях по поводу этой ветки всем удачи и пока